Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Мы озвучиваем беседы, которые я проводил в 90-е годы в Потеряевке. Суждение и осуждение. Что такое суд? Тема зыбкая, потому что очень многие накушались речи пустынников и считают, что лучше бы языка и не было. Тогда бы и не согрешил, и нужно было не рассуждать ни о чем, а только поклонный бить в храме и неленостно посещать службы. Другие же являются прокурорами и судьями над всем миром. Каждое дело нелегко могут рассудить, только себе никак ума не дадут. Этой должностью пользуются большие женщины, но и мужчины с дубовыми мозгами карабкаются на эту должность. Каким путем пошла церковь, вот это тоже надо рассмотреть. Что об этом говорит Бог? Когда по Библии рассмотришь, то сразу и видно, что ни права ни та, ни другая сторона. Если было дано указание встать только на одну сторону, то что-то нам лучше. Ответ. Закрой рот, и этим не согрешишь. Когда умирал молодой христианин Досифей, ученик Дорофея, то был радостен лицом. Братья этому удивилась, ибо имели все страх Божий. И они знали, что он никакого особенного подвига не творил. Он же ответил одно. Я никого никогда не судил. Сам себе не судил, но никого не благовестил. Главное не судил, за это уцепился. Можно не судить. Слово суд встречается в Библии 845 раз. Бог повелевает творить суд справедливый на земле. Псалтирь. Производить над ними суд писанный. Честия всем святым его. Аллилуйя. Это адвентисты седьмого дня всегда считает это. А что тут такого-то? Ну? Как судить и кому? Левитам. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему. И не угождай лицу великого по правде суди ближнего твоего. Вывод каждый делай сам. Я же только даю информацию, чтобы было из чего вам сделать выбор на поступок. Если бы этот стих исполняли, то не было бы ни раз стрела царя, ни троек, ни чрезвычаек. Россия была бы сегодня с братьями и сестрами, которых нет возле нас. Мы страна сирот. Куда ни ткнись, везде пустота. Того войной захлестнуло. Этого сожрал Сталин. Этого заморил Хрущев. Перед судом все одинаковые должны быть. Великие и малые родственники и чужестранцы второзакония. Дал я повеление судьям вашим в то время, говоря, выслушивайте братья ваших и судите справедливо, как брата с братом, так и пришельцы его. Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте. Не бойтесь лица человеческого, ибо суд дело Божие, а дело, которое для вас трудно, доводите до меня. И я выслушаю его. Трозаконие. Если по какому делу затруднительно будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласные мнения в воротах твоих, то встань и поеди на место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И приди к священникам, левитам и к суде, которые будут в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как рассудить. И поступи по на слову, какое они скажут тебе на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы призываемо было там имя Его. И постарайся исполнить все, чему не нужно. Не понятно, а тут просчитайте, пока просчитайте, нам трудно считать много. И дальше. Человеческий суд может быть сложен, и это особенно, когда судят без знания Библии. Вот так. Дальше просчитайте вот это место. Большое. Иов. Вот, я кричу обида, и никто не слушает, вопию и нет суда. Я много судился, поэтому все эти слова очень сильно принимаю. Второе царство. И царствовал Давид над всем Израилем, и творил Давид суд и правду над всем народом своим. Изякириль. А когда скажу беззаконнику, ты смертью умрешь, и он обратится от грехов своих, и будет творить суд и правду. Судя кого-либо, тщательно сверяйся с волей Бога. Солом 149. Судя. Судя кого-либо. Судя кого-либо, тщательно сверяйся с волей Бога. Да. Честь сия всем святым Его. Более всего на суде грешим языком. Притчи. В устах царя слово вдохновенное. Уста его не должны погрешать на суде. Закон гласил, что если человек лже свидетельствует, то сделай ему тоже. Второзаконие. Сегодня этот стих не работает совершенно. Лгут. Меняют свои показания. Грешники презирают суд. Притчи. Лукавый свидетель издевается над судом. И уста беззаконных глотают неправду. Екклесиаст. Еще видел я под солнцем место в суда. И там беззаконие. Место правды, и там неправда. Екклесиаст. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому. Потому что над высоким наблюдает высший. И над ними еще высший. Не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится из сердца сынов человеческих делать зло. Исайя. Все мы ревем, как медведи. И стонем, как голуби. Ожидаем суда, и нет его спасения, но оно далеко от нас. Исайя. И суд отступил назад. И правда стала вдали. Ибо истина приткнулась на площади. И честность не может войти. И не стала истины. И удаляющийся от зла подвергается оскорблению. И Господь увидел это. И противно было ощам его, что нет суда. Вся надежда у обиженных только на Бога, что он рассудит. Езекииль. Царь будет сетовать. И князь облечется в ужас. И у народа земли будут дрожать руки. Поступлю с ними по путям их. И по судам их буду судить их. И узнаю, что я Господь. Ибо суд возвратится к правде. И за ним последуют все праведные сердца. А сегодня на суде побудет человек и его тошнит, как после отравленной пищи. Амос. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю. Христос в отношении суда ничего не изменил от Матфея. Вы слышали, что сказано древним. Не убивай. Кто уже убьет, подлежит суду. Лука. Но горе вам, фарисеям, что даете десятину смяты, руты и всяких овощей. И не родите о суде любви Божией. Сиена для желадилок и того не оставлять. Нужно стараться творить правильный суд. В нашем уставе оговорено, чтобы никогда в мирскую суд не обращаться, пока сами здесь не вынесут решение. Если же дело ТВП требует, тогда получить добро на суд у внешних. Никогда ни устно, ни письменно не пишите в органы власти никаких заявлений. Жалобы друг друг на друга. Это позор для верующих. Когда дети Божьи лезут к безбожникам и у них ищут справедливости. Если сами еще не попытались перемириться между собой при священнике. 1 Коринфянам. Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. И так извергните разращенного из среды вас. 1 Коринфянам. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? А разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не зная, чищих в церкви. К стыду вашему говорю. Неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и при том перед неверными, перед Коринфянам. Я говорю вам как рассудительным. Сами рассудите о том, что говорю. Христос не учил, что не судите, то есть не разбирайте дел, Иоанна. Не судите по наружности, но судите судом праведным, Сирахов. Не хвали человека по закрасоту с его, и не имея отвращения к человеку за наружность его. Но апостол Павел был сторонником всестороннего на рассмотрение дела своего в мирском суде деяния. Но Павел сказал к ним. Нас, римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас. Но когда растянули его ремнями, Павел сказал стоявшему сотнику. Разве вам позволено бесчевать римского гражданина? Да и без суда. Павел сказал, я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. А если ничего того нет, в чем все обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требуя суда Кесарева. Прошло четыре с половиной года, пока он, догнивая, доплыл до ксуда Кесарев Рим, но от своего не отступился. Такой вот буквалист был этот раввин из Тарса. Это предварительное заключение глашата истины тоже не было зряшным. Это нужно было всей Вселенской Церкви Колоссянам. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которая есть Церковь». Десятисловие запрещалось произносить имя Господа Бога напрасно и Его восущий. «Такого человека без наказания Бог не оставит. Заповедь с прещением, с наказанием. Если ты произнес слово Господи, то обязательно и добавь, чего ты хочешь. Подай, спаси, сохрани, успокой, утишь, защити, приведи исход. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. И чтобы не нарушить эту заповедь, евреи обезопасить, старались себя и совершенно не потребляли имя Бога, а заменили его другим, Адонай, Господь». Святые мужи в Новом Завете к осуждению относились примерно так, как Израиль к имени Егова. Есть такой рассказ, что жил один барин, вольно и весело, брал от жизни все, что нужно. А барыня его была глубоко верующая, и таких же слуг держала близ себя, и как-то разговаривали они со своим неблаговерным, и он выдал общую норму поведения. Не обманешь, не проживешь. Сейчас в наше трудное время все лгут. Барыня же возразила, что вот у нее слуга Артемий никогда не лжет. Этого не может быть, ты просто его не знаешь. Он сегодня же тебе соврет, и не заржавеет у него, и ты поймешь, что с мужем не следовало так вольно разговаривать и спорить о том, в чем не разбираешься. Барыня же напомнила, что она знает его не один год, и этот управляющий ходит вместе с ними в церковь, и ни разу нигде ее не обманул. Хорошо. Барыни вызывают его и говорит ему, «Скажи барыне, что я уезжаю на охоту». Сам уже собак вывел, и вся деревня тут же... Деревня? А, вся дворня тут же. Дворня, дворня. Дворня. Что такое дворня? Дворкин, что ли? Не знаю. Дворня. Ну, видишь, что красный не выделяет, она знает это слово. Система. Его провожает кони, кони пляшут под седоками. Хорошо хозяин и повернулся, и скрылся в покое госпожи. Как только он в дверь вошел, барин сразу же дал отбой, никуда не едем, а завтра мы в другое угодье с ночевкой лучше съездим. Распрыгайте хлопца коней. Заходит к барыне и смеется. «Но как? Он сказал тебе, что мы уехали на охоту?» «Нет, но он не сказал, что вы уехали на охоту». «Не сказал?» «На конюшне его, что не выполнил моем приказании сказать о том тебе. Нет, ты подожди». «Так он же не сказал. Не сказал так. Но он сказал барыне, хозяин велел вам передать, что он уезжает на охоту. Но, когда я уходил от него, он одной ногой стоял в стремени. Больше я сказать не могу ничего. Вторую ногу он еще не поднял». «Скрывая раздражение и свое поражение, барин потер бритый подбородок». «Мда, тут что-то не так». И вышел, крутя головой и криво хмыляясь. «Разве у нас так? Сколько наговорит человек и все подтвердит. За что купил, за то и продаю. Я ничего не придумал, правду говорю. Я сам так понял». Разносчик непроверенных слов уподобляется заразной мухе, говорит Иоанн Святой Златоуст. И поражает сразу троих. «Себя, слушающего и того, кто судит, грехом осуждения не дугое. Судя, мы должны подражать Богу, не судить превратно. Богатые более склонны к неправде, Яков. А вы, презрели бедного, небогатые ли притесняют вас, и не они ли влекут вас в суды? Ибо суд без милости не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. «Прежде суда Божия, не выноси окончательного прешения, иначе незачем приходить к Христу. В этот ряд входят и все канонизации. Когда дедушки решают, кого вряд править, и всех своих единоверцев туда толкают, кто Филарета и Феофана, то Сигизмунда и Карла, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят над них пред Господом укоризненного суда». Иуда. Михаил Архангел, когда уговорил с дьяволом, споря Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, «Да запретить тебе Господь!» Примерно 20 раз чаще говорится о Суде Божьем, чтобы дело разрешилось на Его Суде. Если здесь не могут решить. Есть тайное осуждение. Приходят к нам еретики и эговисты. Только начали говорить, а они ни троицу не признают, ни распятие Христа, ни Божию Матерь, ни Церковь, ни даже другие секты. И Библию сказили под свои заблуждения и пользуются таким искаженным переводом. А не сразу же нам. Написано, «Не судите, да не судимы будете». Почему же вы нас судите? Вот так и уполномоченные по религиям и коммунисты первым делом суют стих, что всякая власть от Бога. Они сначала уничтожили власть, расстреляли невинных людей, а потом себя провозгласили бандиты и людоеды властью. И чтобы их не судили и ни слова про них не говорили, так и эти все осудили, а теперь их не трожь. Не имеющие страха Божьи еретики, пользуются очень активно словом «не судите», в ущерб себе. Это примерно так выглядит. Ограбленный нашел своего обидчика и видит на нем свою одежду, и ведет его в милицию, и требует свое назад, а этот уперся. Так где же это видно, что с человека вот так снимали одежду? Так она же не твоя, она его, а тебе она чужая. Теперь это не важно, она на мне. «Сектанты, которые отвергли церковь Христовы, этим они осудили как ложных всех святых отцов и их труды, и каноны, и весь опыт церковный». Они же в ответ, «Вы сами себе это написали, как ваш Николай Чудотворец убил табуреткой Ария Доброго, нашего фейс-фитера, и его еще за святого считают, но не убил и не табуреткой, а за бахухольство брязнул его по зубам». Это не дало основания именно за это считать Николу, за святого. Он даже был наказан тут же на соборе и снят с председательского места. И когда сектанты говорят «не судите», то вы сначала посмотрите, на какой позиции он стоит, этот несудильщик. Он говорит «не судите наше заблуждение, а его заблуждение и ересь мы просто обязаны осудить. Мы должны сказать, что ересь осуждена вечному наказанию вместе с тем, кто ее исповедует. Вы осудили и Златоуста, и Василия Великого, и всех до единого богоносных мыжей. Судиться можно ли друг с другом, Матфея? И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Не судите, да не судимы будете, Лука. Он же сказал человеку тому, кто поставил меня судить или делить вас? По возвышенному духу Нового Завета лучше претерпеть, надеясь пробудить совесть обидчика. Бог осуждает несправедливый суд, а не вообще суд от Иоанна. Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его, и не узнает, что он делает? Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, того злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого? Римлянам. Итак, неизвелителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что судя другого, делаешь то же. Суд должны править люди верующие, обреченные на это властью, с чистой совестью. Какой суд, такое государство. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Запрещается выносить окончательное решение о вечной участии человека, хотя в житиях это встречается неоднократно. Смотрите тему о рае и аде в нашей книге «Симфония на житие святых» 1 Корнефянам. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит сокрытое во мраке, и обнаружит сердечное намерение, и тогда каждому будет похвала от Бога. Верующие должны судиться между собой только» 1 Корнефянам. «Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог, и так извергнете развращенного и среды вас. Верующий, имея знание Писания, может рассуждать правильно, и о неверующем выносить истинное суждение» 1 Корнефянам. «Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится». «Судьи должны быть просвещены Духом Святым, жить во Христе. Кто судьи? Это еще из римского права. Кому это выгодно?» Яков. «То не пересуживаете ли вы в себе, и не становитесь ли судьями, с худыми мыслями?» «Окажусь в проницательном суде, и в глазах сильных заслужу удивление. Каждая мать имеет законное право суда над детьми, ибо Господь возвысил отца над детьми и утвердил суд матери над сыновьями. Факты должны быть неоспоримыми, и не нужно подтягивать пользы кого-то, что пожелания евнуха росли девицу, то производящую суд с натяжкою. «Если тебя ставят судей, не стыдись этого, не стыдись точно исполнения законов Всевышнего и завета, и суда, чтобы оказать правосудие нечестивому. Это почетное звание и доверие тебе от народа» в Сулум 149. «Производить над ними суд, писанный, честия всем святым его» Третьи Ездры. «Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защитив сироту, один нагого. И кто от этого отказывается, может стать подобным идолу. Отойдите от меня, идите и разбирайтесь сами между собой» Послание Ремии. «Суда не рассудят, обидимого не защитят, будучи бессильны. Человека занятого только житейски и делами, будь он тракторист, кузнец, не ставят рассуждать в судебных делах, иначе он такое насудит, что будешь охать, сираков». «И однако женив в собрание не приглашается, на судейском седалище не сидят, и не рассуждают о судебных постановлениях, и не произносят оправдания и осуждения, и не занимаются притчами. Судья должен быть мужественным, не малодушевствовать, и не брать подарков, сираков. Спасай обижаемого от руки обижающего, и не будь малодушен, когда судишь. «Избирать на эту должность необходимо пожилых, опытных в жизни, сираков. Как прилично сединам судить, и старцам уметь давать совет. И судья все должен примерять на себя», в слове 50-й. Давид осудил на смерть того, кто взял у соседа его единственную овечку, не зная его. Но когда узнал, что это он сам и есть, он сразу же отменил смертный приговор. Строжайше осудил украшившего животину, а за убийство человека, законного мужа, отнятой у него жены, уже невзы высказывать никакого наказания, а только согрешил. Закон гласил отдать четыре овцы за украденную. Сирахов. «Суди о ближнем по себе, и о всяком действии рассуждай». Пимен Великий. «Не твори суд по слуху». У его сестры арестовали сына, при том совершенно безосновательно. Пимен был интересен главе администрации, и он хотел с ним побеседовать, но не мог его вытащить из затвора. Тогда вот таким необычным способом решил вызволить его из потаенного места, когда дядя будет ходатайствовать за племянника. Напуганная сестра прибежала в слезах, просябла беспокоиться о единственном сыне, пока его не отправили по этапу. Он написал губернатору, «Если виноват, казни, а если не виноват, то отпусти, не греши». 12 мая Епифаний. И он отпустил его. Поставил диакона судить в народ. И тот так судит, что тут же посыпались жалобы. Тогда Епифаний решил проверить, и встал за ширмой, когда его выдвижение кого-то судил. Послушал и выгнал его оттуда. И этому диакону Савину сказал, «Иди о кафисте, пиши, не порти мнение о нашей братье и о нашем просвещении». А сам же его оставил. Святой, уже столетний старец, и ошибся. Не того избрал на такую должность. Когда судишь другого судью, то примерь к себе. А как бы ты судил, будучи этим судьей, Иов? Но ты преисполнен и суждениями нечестивых. Суждения и осуждения близки. Подробно нужно разобрать слово «обличение», злословие. Что такое судить, укорять, упрекать? Слово «обличать» встречается в Библии 94 раза. Притчах 23 раза. У Серахова 10 раз. Обличить, представить в истинном свете то, что приняло другую личину. Вид обличия. Пословицы и поговорки пестрят этим словом. 2 Тимофея. Все Писание благодухно явенно. И полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Знающий Библии уже запрограммирован на конфликтную ситуацию. Ибо Слово Христа предполагает, что ты будешь его исполнять. И, конечно же, кого-то хотя бы немного обличать. Кто-то выдержит это, а иной начнет сразу по тебе подкоп творить, искать и выискивать в твоей биографии скромное. Писание меня уже обрекает на напряженную жизнь. Если не обречаешь никого, то в твоих руках Слово Истины потеряло свои способности, силу. В этом и смысл Библии. Что оно снимает изгорь, а с Акалину, она скоблит, скоблит, скоблит и моет всех евреям. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча, будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерения сердечные. Иногда как-то только что-то не по нему. Так пишут записку, это ты специально против меня подыскал такое место. А другой проповедник думает, ну погоди, в следующий день моя очередь проповедовать. Уж я найду подходящее место. Я уж ему врежу. Братьев Карамазов у Достоевского. Зосима говорит о своем обращении к Богу, и как он проповедовал о Боге, и как перед ним один богатый человек решил исповедоваться и открыл страшное грех убийство, а потом раскаялся своим сраскаянием, решил и Зосиму убить, пока он никому не рассказал про это злодейство. И об этом он долго повторял в словописании. Евреям. Страшно впасть в руки Бога Живого. Притча. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало облечением. Притча. Кто хранит наставление, тот на пути к жизни, а отвергающее облечение блуждает. Сирахов. Ненавидящее облечение идет по следам грешника, а боящийся Господа обратиться сердцем. Притча. Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает облечения. Притча. Злое наказание уклоняющемуся от пути, и ненавидящее облечение погибнет. Иоанн Златоуст говорит, что если тебя облечили справедливо, то поблагодари. Если несправедливо, поблагодари за намерение его, что он тебя любит, Сирахов. Человек грешный уклоняется от облечения и находит извинения согласно желанию своему. Притча. Отвергающее наставление не родит от своей душе, а кто внимает облечению, тот приобретает разум. Притча. Слушайся совета и принимай облечения, чтобы сделаться тебе последствием мудрым, экклезиаст. Лучше слушать облечения от мудрого, нежели слушать песни глупых, Сирахов. Гораздо лучше облечить, нежели сердиться тайно, и облечаемый наедине предостережется от вреда. Как хорошо облеченному показать раскаяние. Нас спрашивают, почему на вас такое гонение на лагерь? Слово Божие дает и на это ответ. Премудрость Соломона. Он перед нами облечения помыслов наших. Пока мы есть, есть с чем сравнивать им, и они видят, что они никто. Облечать можно и без слова. Одна девчонка честно ведет себя, и ее затаскивают блудные девки их же класса, подвал, и парни насилуют. Такой статьи даже нет в уголовном кодексе. Безумовные облечения эти ездра. Как блудница ненавидит женщину честную и весьма благонравную. Чтобы быть облечителем к чего-то, надо жить достойно по этому вопросу. Иначе так получишь между рукав, что и до дома не дотянешь. Промолчать здесь вариантов последствий помолчания намного меньше. А если обличить, что сотни различных положений может выставиться против тебя лично, Сирахов. Бывает обличение, но не вовремя. И бывает, что иной молчит и он благоразумен. Угощение и подарки ослеплят глаза мудрых и как бы узда в устах отвращают обличение. Лучше открытое обличение, нежели скрытая любовь. Розги и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери. Обличитель, каким он должен быть? Притчи. Золотая серьга и украшение из чистого золота мудрый обличитель для внимательного уха. Но иногда наступают такие критические моменты в истории государства, как после революции, что не следует обличать, чтобы не погибнуть тут же от руки комиссаров. Красных. Они ни от кого не принимали ни одного обличения, потому что их ждал 37-й год. Они слушали только своего пахана в Кремле иудив. И они решили погубить всех, кто не повиновался в слову Устилу, которое подъявлено. Когда он говорил ему, царь отвечал, разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя. И перестал пророк, сказав, зная, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал среди и не слушаешь совета моего, Иезекииль. И язык твой я прилеплю к гортани твоей, и ты анимеешь, и не будешь обличителем их, ибо они мятежный дом, Малахи. И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату и наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф. Бог посылает своих слуг, и чтобы они не проходили мимо беззаконника, но постарались его наставить на истину, Иезекииль. Сын человеческий, я поставил тебя стражем дому Израилеву, и ты будешь слушать слова из уст моих, и будешь вразумлять их от меня, когда я скажу беззаконнику смертью умрешь, а ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник тот умрет беззаконий своем, и я взыщу кровь его от рук твоих, но если ты вразумлял беззаконника, а он не обратился от беззакония своего, и от беззаконного пути своего, то он умрет беззаконий своем, а ты спас душу твою, прища, не обличай кощунника, чтобы он не возненавидел тебя, обличай мудрого, и он возлюбит тебя, прища, обличающие будут любимы, и на них придет благословение, если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним, если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего, не просто про себя молиться, а пойти, постучать в окно, вызвать его, поговорить, обсудить, а потом еще двух или трех взять с собой для обличения, если он тебя одного не послушает, и что же, пустынники про это не читали, что такие душесчипательные рассказы написаны про их мудрость, как они через молчание, через обман спасали кавычках кого-то, слова верующих обличения всем, кто слышит их проповедь Иуда, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники перед Коринфянам. Но когда все пророчествуют и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится, 1 Тимофея, согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочий страх имели 2 Тимофея, и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте, 1 Тимофея, согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочий страх имели, 2 Тимофея, проповедую. 2 Тимофея, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещавай со всяким долготерпением и назиданием, титу, держащиеся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать, титу, свидетельствую это справедливо, по всей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере, Тимофея, сие говори, увещавай и обличай со всякой властью, чтобы никто не пренебрегал тебя, Сираков, преданный сердцем удовольствием будет осужден, а сопротивляющийся вожделением увенчать жизнь свою, как такого обличать, мимо нас везут пастухи животноводы сена и они матюгаются, подошел и стал разговаривать с Галашубовым Николаем, что ж ты так сквернишь воздух, была бы тут мать твоя рядом, разве ты бы стал так выражаться? Нет, хотя, да нет, стал бы я при ней так же, я всегда дома ругаюсь, а если бы была тут твоя девушка, с которой ты только что познакомился, и неужели бы так и выплел бы эту скверну? Да нет, хотя, она тоже так ругается, вот попал объект, никак не уловлю его, с матери бы хотел о Божьей матери заговорить, а с жены перейти на разговор про ангела, чтобы устыдить, но не прошло, тогда говорю, воруешь? Так все же воруют, и я конечно, а если бы ты знал, что в этом магазине четыре милиционера с оружием ждут, засаду сделали, и ты полез бы в эту ночь воровать сюда? Полез бы? Полез бы воровать, что я, дурак что ли совсем, за кого вы мне считаете? Так, тут пойдет, так, тебе нужен все время глаз над тобой, таким является над нами Бог, и ты так говоришь, что не думаешь, что за каждое слово придется потом отвечать, после этого он стал потише. Интересно, у нас тут кто еще воровал, мы стены накосили, а он его утащил, я пришел мордушку проверять на том пруду, там он вытряхивает, а ты еще поймаешь, ну пошел он тут что-то воровать в наших оковках, наверное, дерево-то, другие пили, там он сел на пенек, и береза-то повернулась на него и убила его, все, задавила березой, он женат на моей, на дворной сестре дочке, все на этом, покидает ли, на, Продолжение следует...